В Камрате почтили память выдающегося маэстро хореографии, художественного руководителя ансамбля песни и танца Кадынджа Аврама Кюся памятным концертом, который стал символом благодарности и признания великого вклада Аврама Кюся в развитии хореографического искусства. Сегодня будем говорить о великом хореографе. Вместе с нами свое доброе утро начинают художественные руководители ансамбля песни и танца народного Кадынджа, заслуженная артистка Молдовы Мария Кса. Доброе утро, Мария Ивановна. Доброе утро. Вместе с нами директор Камратского филиала Молдова Кончерт, артистка Молдовы Ильина Дечева. Доброе утро. Доброе утро. И вместе с нами артистка народного ансамбля Кадынджа Ольга Никогла. Доброе утро. Доброе утро. Я вас поздравляю с такой замечательной программой, концертом, который не дает нам забыть великого хореографа Аврама Кюся. Вы ежегодно вспоминаете его концертом. Куда включаете номера? Какие номера вы лучше скажете? И с программой, конечно же, познакомите. Мария Ивановна, наверное, с вас начнем. Вы много лет работали с Авраамом Петровичем. Каким был этот человек? С Авраамом Петровичем я проработала 36 лет. Авраам Петрович как руководитель и как балетмейстер был замечательным. Как человек глубокий. Сказать, что он был веселым, не могу сказать. Очень мудрым. Очень душевным человеком. Скромным. Все танцы, которые он ставил, обдуманно. Движения были обдуманными. И он всегда, входя в зал, я просто наблюдала за ним. Он, когда заходил в зал, он прежде всего сам станцевал. Сам какие-то движения придумывал. А потом уже он выносил их для танцоров. Показывал танцорам. Что касается моего участия с ним как художественным руководителем. Я как вокалистка. Я меньше общалась с ним о балетном творчестве. Мы больше, конечно, говорили в общем о музыке, о каких-то новых номерах, о пополнении репертуара, о каких-то организационных моментах. Авраам Петрович был, я еще раз повторюсь, замечательным человеком и очень добродушным. Авраам Петрович был больше руководителем либо хореографом? Больше хореографом. Ну, это мое мнение. Он больше хореографом. Он очень любил своих танцоров, свой танцевальный коллектив. Он вообще очень уважал людей. Большим уважением относился не только к своему составу, к своему коллективу, и извне тоже, как к человеку. Он хорошо относился, с большим уважением, с большой, наверное, признательностью, что ли. С Авраамом Петровичем удавалось также и мне писать некоторые интервью. Это скромный человек. Он никогда не похвастался бы своей работой. Он всегда на первое место выдвигал своих воспитанников, своих коллег. И сам как-то в конце давал интервью. Это из теплых воспоминаний о нем. Мы знаем, что Авраам Петрович просто целую плеяду вырастил своих воспитанников, танцоров. Сегодня также по его следам идут его воспитанники. И Лена, и вы, и Ольга, и вы также являетесь его учениками. Вот если вспомнить из его опыта, вернее, его опыт, вы опыт и навыки сегодня применяете в своей работе? Ну, вы, наверное, Лена, ответите. Да, как бы у него был очень хороший опыт, так как он вселял уверенность воспитанников. Допустим, есть дети, которые приходят, начинают танцевать, немножко неуверенные в себе. А он подбадривал, говорю, все получится, главное желание. Вот видно вот это, как будто первоплощалось в ученика. И действительно, вот некоторые, смотря на него, говорят, ничего не получится, не будет с него танцора. Он всегда, говорю, нет, вот пройдет время, и вы увидите, что с него будет самый лучший танцор. Так и получалось. У нас бывали ребята, приходили, вот смотришь, внешность танцора, да, высокие, статные. Но, как бы, в музыке вообще не слышали. Вот он из таких примеров, вот, действительно, через пару лет мы просто не узнавали. Как он это делал? Ну, наверное, в этом была изюминка Авраам Петрович. Он вот внедрял эту уверенность, и прямо перевоплощались эти ребята. Что вы взяли из опыта Авраама Петровича, у наставника? Сегодня вы также руководителем являетесь. Да, я сейчас, как бы, являюсь директором Караманского филиала, благодаря Авраам Петровичу. Это тоже вся моя жизнь с детства посвящена этому коллективу. Туда я пришла довольно-то взрослая, но любовь к танцам, как бы, произошла. Любовь, наверное, к руководителю, что я так задержалась. После того, что я там работаю, попала в основной состав, а после этого поступило предложение стать директором. Немножко, конечно, боялась, как бы, сопротивлялась, но опять с уверенностью, с поддержкой Авраама Петровича. Я приняла это приглашение и на следующий день занимаю эту должность. Авраам Петрович был очень мудрым, давал очень хорошие советы. Он делился своим опытом. Как бы, некоторые боятся делиться своим опытом, а вот он был щедрый в этом плане. Он был гостеприимным. Мы могли и в любую минуту ему позвонить. И всегда он поднимал, как бы, телефон. Он работает, наверное, даже больше, чем дома это его было. Потому что он за каждый концерт он так переживал. С пяти часов мы знали, что он на работе. Вот в ту ночь такое ощущение, как будто он не спал. Он ждал этого дня, когда начнется концерт. Каждого обзванивал и будил утром, чтобы не проспали прийти. Вот в нем были эти качества сплоченности. Он сплочал этим коллектив. Притягивались к нему. Самые светлые воспоминания с наставником. Может, были какие-то моменты перед концертом. Ну, не знаю, во время репетиций. Ну, наверное, как и у всех наставников, бывают ошибки в танцах. Мы не всегда сразу вышли на сцену и стали уверены. И каждый их признает, потому что он их же сам как бы выполнил. И вот когда мы подходили как бы в плане извинений, он всегда хам и марит. Все нормально. Ну, было как бы как есть. Поэтому он подбадривал всегда. Можно ли сказать, что ваш наставник повлиял на вашу личную жизнь и на вашу профессию сегодняшнюю? Да, соглашусь с этим, так как и работая в коллективе, я также закончила экономический университет. Но по профессии, как сказать, была возможность устроиться, но не ушла. И вот вся жизнь связана с этим коллективом. Я благодарна судьбе, потому что у нас действительно мы работали с Авраемом Петровичем. Это был яркий, талантливый, неповторимый, наверное, художественный руководитель. Благодаря ему как бы до сих пор у ребят очень хорошее отношение внутри коллектива. Я благодарна, что я работаю в этом коллективе. Я ими горжусь, так как мы передаем, наверное, эту культуру, эти обычаи, и чтобы наши дети не забывали. Так как танец – это яркость нашего отдыха, наверное. Эмоции, которые наполняя через танец, передавались вот эти сюжеты, что он хотел передать через танец. Когда смотришь, ты отдыхаешь в душе, ты перевоплощаешься в другой мир. Этот мир, наверное, очень вовлек также Ольгу. Ольга, вы сколько лет в каденже? Я с 12 лет в нашем ансамбле успела у Авраема Петровича танцевать, учиться. На самом деле Авраем Петрович – это именно тот человек, который научил нас любить творчество. Потому что очень многие детки приходили туда в качестве хобби. Просто прийти на танцы, потанцевать. Потому что все маленькие, всем интересно. Хочется заняться чем-то новым. Но спустя столько лет мы продолжаем работать уже. Это другой уровень. Мы перешли на профессиональный уровень. И это все заслуги именно Авраема Петровича. Я знаю, что у вас есть сестрички также, которые также танцуют в каденже. Да. Это можно сказать, что семейная любовь к народным танцам. Да, так и есть. Кто кого привел? Так и есть. Мы все вместе пришли. Нас очень многие звали, друзья, подружки. Но, к сожалению, они разъехались. И на сегодняшний день и двоюродные сестры мои также продолжают работать в ансамбле. И я уже хочу отметить, что в 18 лет дружусь во благо нашего коллектива. Благодаря Аврааму Петровичу у нас наш ансамбль был одной сплоченной большой семьей. Он нам был как второй отец. Какой он коллектив каденжи? Вот для вас, в ваших глазах. Вы задержались столько лет уже. Я не просто так сказала, что мы были одной большой семьей. Мы приобрели много знакомых, много друзей, с которыми по сей день продолжаем дружить, общаться, помогать, идти по жизни вместе. Благодаря тому, что мы познакомились с такими замечательными людьми, которые на сегодняшний день являются нашими наставниками. Наш директор, художественный руководитель. Их старания, и благодаря их стараниям, спустя вот сколько лет прошло уже, Савраам Петровича, два года, как его нет, к сожалению. Но, тем не менее, мы так же процветаем, мы так же двигаемся вперед. Мы точно так же стараемся, во благо стараемся для того, чтобы показывать наш колорит, сохранить то, что зародил Авраам Петрович. Это очень важно. Какие качества руководителя больше всего ценили, может, даже сейчас больше цените? Очень хорошо помню, что он всегда был ответственным. То есть, как уже отметили ранее, он с пяти утра, на самом деле, звонил абсолютно каждому, каждому танцору. И еще хочу отметить важный момент. На все праздники, личные наши праздники, дни рождения, дни ангела, он всегда звонил с четырех, с пяти утра. Мы не знаем, мы даже собирались в коллективе, мы в шоке были от того, что насколько он запоминал все даты. Это столько у него воспитанников было, что он умудрялся никого не забыть, никого не обидеть, не обделить. И мы шли туда со всей душой. Мы не на работу шли, мы шли к своему отцу, к своей семье. Как вы считаете, его наследие, оно должно жить? Обязательно, я считаю, потому что очень много труда он вложил в свое детище. И только благодаря ему, повторюсь, мы можем на сегодняшний день расти и представлять гордо свой ансамбль. Мы знаем, что из села Бешалма много культурных деятелей, много выходцев есть. Такие, как и Дмитрий Карачубан, и Минаги, и вся покойный. Эту строчку можно еще продолжить. Авраам Петрович из той же среды, да? Бывало ли такое, что он что-то свое бешалминское хочет вынести в хореографию, в гагаузские танцы? Черты были какие-то, да? Да, я думаю, что были, потому что танцоры, конечно, скажут об этом больше. Но мне кажется, что были, потому что Авраам Петрович вносил в танцы не только с Бешалмы, но он полностью поездил по селам, посмотрел танцы других людей, как танцуют, допустим, в Уконежске, в Авдарме, наверное, в других селах. Все-таки есть свои и диалекты в разговоре, а также, наверное, и в танцах есть свои движения. Вот и вносил он, наверное, в танцы тоже. Я немножко добавлю, есть движения, которые, наверное, в узких кругах именно коллектива, когда отмечались праздники, есть бешалминская хора. И на сегодняшний день весь ансамбль ее знает. Она не танцуется по свадьбам, я не замечала. Вот именно бешалминскую хору весь ансамбль знает, как танцевать. Вот он когда вставал, настолько все любили, если он встал, все, значит, мы переходим на бешалминскую хору. Вы знаете, он был очень легким в движениях. Я вот как приду на работу, я рано приходила, потому что я ему звонила. Если он на работе в 6 утра, ну, мне бывало такое, что тоже надо было выйти в 6 утра, я знала точно, что он на работе. И вот если я приду в 6 на работу, дверь же, калитка открыта, все, двери открыты в кадынжу. Захожу, а он стоит у зеркала. И я смотрю на него, говорю, Авраам Петрович, а что вы сейчас будете? Он говорит, да, вот одно движение не получается. Не получается. Вы знаете, он настолько был ровным, вытянутым. И несмотря на то, что у него болели ноги, да, но никогда он этого не показывал. Это вот запомнилось мне. Ну, танцоры, конечно, опять же, больше видели, больше знают его, потому что он с ними больше. Он был им, еще раз повторюсь, как второй отец. И танцы, и песни сегодня продвигаются ансамблем кадынджем. Наша съемочная группа также побывала в концертной программе. Давайте мы посмотрим один из танцев. Я знаю, что они насыщенные, колоритные. Здесь живет культура гагаузов. Один из номеров мы сейчас вместе с вами посмотрим. Культура гагаузов. 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 КОНЕЦ 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 Да, это был танец «Гагаузская сюдито». Это постановка Авраама Петровича. Это сюжетный танец из трех частей. Он передает скромность девушке наших гагаузов как знакомство. Если посмотреть этот танец внимательно, то есть как ребята знакомятся с девушками, как они приглашают их на танец. Хотелось бы добавить, что именно выход мой на сцену в первый раз был именно в этом танце. Тоже нахлынуло много воспоминаний. С этого танца я начинала как артист народного танца, проработала в должности танцора 20 лет. Скучаю иногда, когда ребята работают, ноги так, и хочется попрыгать в пляс, войти и снова начать танцевать. Не пробовали? Не пробовали? Действующий танцор. Она еще действующий танцор. Действующий, да. Пробую. Когда нужно выручить ребят. Ты как бы при определенных ситуациях, у кого ребенок заболел, кто просто сам простыл, конечно, становимся и друг друга выручаем и танцуем. Руководитель должен поддержать коллектив. Конечно. Совершенно верно. Эта программа концертная, она включала какие-то новые работы? Не знаю, вокальные, хореографические. Хореографические я хочу с вами сегодня по определенным обстоятельствам нету нашего балетмейстера Кристофор Аврамогла. Он тоже ученик Аврама Петровича. И он поставил тоже новую постановку. Я думаю, что Аврам Петрович раскрыл в нем все те качества, которые он воплотил в эту постановку. Потому что постановка очень красивая. Благодаря Авраму Петровичу, наверное, мы все внутри выросли. Он, как я до этого говорила, уверенность его была настолько необъятна, что вот Кристофор Аврамогла вырос как балетмейстер. Я выросла тоже до уровня, что некоторое время вела детскую группу. Конечно же, с его поддержки. Его поддержка во всем чувствовалась. За это мы ему очень благодарны. Бывает ли такое, что во время репетиции, либо на сцене чувствуется его присутствие? Я думаю, что да. Бывает? Ольга так тяжело вздохнула. Я не тяжело. Я хочу отметить несколько моментов, когда кто-то там из танцоров спотыкается или еще что-то у нас сразу приходит на ум Аврам Петрович. С улыбкой на лице мы вспоминаем о них и просто никогда не забудем. Были ли какие-либо трудности, с которыми вы столкнулись в процессе работы, когда уже не стало Аврама Петровича? Ну, в плане руководства коллектива. В начале неосознанность была, потерянность, как дальше без него, так как большой стаж работы его, он всегда был рядом. Мы даже иногда не верим, что его уже нет с нами. Ну, взяли себя в руки все, избрали художественного руководителя, который с нами всю жизнь была тоже и знает, как нужно руководить именно в концертной программе, что нужно над чем с ее подачей, что нужно поменять. Двигаемся. Мы благодарны, наверное, с Божьей помощью, что мы не останавливаемся. Благодаря Марии Ивановне, как художественному руководителю, у нас появились новые авторские вещи тоже, произведения. Дирижер Петр Дмитриевич Казанжи тоже очень красивые мелодии расписал к этим песням. Я думаю, что Авраам Петрович сверху, наверное, смотрит на нас и тоже нам благодарен за то, что никто не побоялся трудностей, и коллектив дальше двигается, развивается, выносит все его яркие номера на сцену и, кроме этого, еще обогащает потерял. Мария Ивановна, концертная программа «Память Авраама Петровича» что в себя включала в этом году? Я думаю, всю программу нашу, как итоговая программа была этого года, потому что мне хотелось, чтобы Авраам Петрович сверху видел все композиции, его композиции и новые песни, новые костюмы у нас, появились новые костюмы, очень яркие, красивые, благодаря нашему костюмеру Ольге Ильиничне. Потому что ее эскизы были, то есть она творец этих костюмов. Также новые песни были спеты тоже благодаря нашим композиторам. У нас появился Андрей Георгиевич Сталиноглок, новый певец, который также пишет. Стихи, конечно, сочиняют другие, а он на них пишет музыку. Наш дирижер Петр Дмитриевич расписывает. И Иван Иванович Митёгу. То есть мы работаем все сообща. Принимаю решение сказать, что только я, я не могу такое сказать. Это также благодаря совместной работе, потому что это все гармонично. Я одна ничего не смогу сделать. Это все благодаря коллективу, благодаря танцорам, благодаря директору. То есть совместно. Мне тоже было вначале сложно. Они привыкали ко мне, я привыкала к ним, как к руководителям. Все со стороны, но без вопросов не могла идти дальше работа. Как себе, так и им. Вы также солируете, в каких бы программах, какие программы бы ни представляла Кадынджи, везде исполняете свои песни. И когда звучит голос Марии Кса, это достойно, это очень красиво. Какую песню исполнили? Я исполнила, я так думаю, что это любимая песня Авраама Петровича, Джан Татлы. Это была актуальная песня на этот вечер. Потому что жизнь сладка в любых ее проявлениях. Я посвятила эту песню ему. Давайте послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Послушали песню в вашем исполнении. Мария Ивановна, хотелось бы, чтобы вы отметили солистов Кадынджи, инструменталистов, работников оркестра. Ну, конечно, имена пусть звучат. У нас новые солисты. Это Сергей Иванов, Андрей Стеногла, Виктория Арнаут, которая учится в нашем педагогическом колледже на третьем курсе. Вот она перешла на четвертый курс. Сергей Иванов, он выпускник нашего колледжа. И маленькая девочка, Анна Санду, она моя воспитанница, но она наша гостья. Я пригласила ее, она пела молдавскую программу. Дирижер Петр Казанжи, два брата Николай и Славик Станевы, Петр Тельпис и Василий Тельпис, отец и сын. Скрипачки Татьяна Железова, Анастасия Метеогла, Муткогла, Инна Тятька, это наши скрипачки. Христофор Сиркили, это наш барабанщик, Карасиниева, цимбалист Сергей Метеогла, кларнет Славик Якимов, я уже говорила Станев Николай, Николай Варба, ну вот и все. Богатый состав, и талантливые, и музыканты, и солисты, и танцоры. Большой семьей, правильно Ольга сказала, большой семьей живете дружно. Вы назвали Сергея Иванова, знаем, что он также солирует в Кадынджи. Одна из его песен у нас также сейчас прозвучит в эфире, мы сейчас послушаем. Кадынджи 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok